Библейский портал экзегет.ру представляет Дорогие друзья, братья и сестры, здравствуйте! Сегодня поговорим о книге пророка Осия, о главе 8 этого сочинения. Пророк Осия – пророк Северного Царства, и он рассказывает о том, что Бог имеет претензии к этому образованию, к этим коленам, к коленам общества израильского, к коленам еврейским, и у Бога есть горькое обещание о том, что ждет в дальнейшем Израиль и Самарию, и жители этих регионов. Читаем и комментируем. Рог к твоим устам, как будто орел вьется над домом Господним, они нарушили договор со мной, против моего учения согрешили. Рог к кустам, так поступают воин, находящийся на каком-то посту, наблюдающий движение врагов, и вот враг пресекает границы государства, и цель этого оглашатая – подать сигнал, сигнал об опасности. Это горький тревожный сигнал, тревожный звук, и функция пророка именно состоит в озвучивании этого немножко тревожного или печального известия. «Скоро будет нечто нехорошее», и орел вьется над этой местностью, как написано здесь, ну, потому что скоро будет много у орла пищи, да, скоро будет много мяса, потому что война означает наличие мертвых или умирающих, раненых людей. Орел – это символ ассирийцев, да, ассирийская угроза, идущая с севера, с северо-востока, и вот Ассия об этом говорит. «Ко мне они будут взывать, Бог мой, мы, Израиль, тебя знаем». Вот, как эта поговорка цитируется в стихе втором, «Ты мой Бог, мы ведь, Израиль, мы тебя знаем», как будто бы попытаются они Бога поймать на том, что он Бог Израилев, да, но Бога поймать в этом отношении безнадежно, потому что Бог – это Бог Израилев, в том смысле, как написано у пророка Амоса, «Я вас однажды избрал, и я вас буду судить». Божье избрание означает наиболее серьезное внимание к поведению того или иного человека, семьи или народа. «Израиль отверг добро, враг преследует его», указывается причина и следствие. Раз отвергается добро, ты появляется враг, который тебя преследует. «Они, а не я, ставили царей, ставили начальников без моего ведома, свое золото и серебро они пустили на идолов себе на погибель». Ну, указываются основные преступления Северного Царства, такие, что ваши цари – это не есть цари, которых Бог однажды избрал, поставил, это не династия Давида, это не Давидовичи, как было на юге в Иудее, это есть постоянно друг друга сменяющая череда царей, представляющих разные династии. Это была характерна, такая вот нестабильность, была характерна для Северного Царства. Это первая претензия. Вторая претензия такая, что вы делаете из золота и серебра себе идолов. Идолы, вы являетесь неблагочестивыми в вашей религиозной жизни, ваше благочестие не соответствует божьим стандартам и правилам об уместном и неуместном. «Отвергнут твой телец Самария, воспылал мой гнев на них, смогут ли когда-нибудь очиститься?» Телец в Самарии, мы знаем, что однажды Иеравам, еще первый основатель всего этого северного образования государственного, поставил тельцов в Дании и Вифилии. И вот эти тельцы, которые выражали божество, символизировали присутствие Бога в Израиле, оказываются символом, главной метафорой, излагающей суть религиозности Северного Царства. Вот такие религиозные «что?» готовы почитать, поклоняться как Богу тельцам. «Что общего у Израиля с тем, кого изготовил ремесленник, кто вовсе не Бог? Предан огню будет твой телец Самария». Но очень частая мысль у пророков такая, что идол есть творение рук ремесленника. Вот, идол не то, что является данным Богом, не то, где можно с Богом соприкоснуться. Идол творится человеком, и в этом отношении он бесполезен. Он не может тебя не услышать, не помочь, не утешить, а Бог может. «Кто сеет ветер, пожинает бурю. Злак не даст ростка, не выйдет и муки, а если выйдет, враги поглотят ее». Ну вот, в наше время есть такая поговорка до сегодняшнего дня, такой настоящий библиизм «сеющий ветер пожинает бурю». Имеется в виду, что ты в чем-то маленьком совершаешь очень такое важное отступление, принципиально важное. Из-за всего этого начинаются осложнения и во всем остальном. Вот так вот. Значит, малая ошибка приводит к большому промаху, к большому какому-то поражению и неудаче. «Поглотили и сам Израиль, а он теперь как бесплодный сосуд среди народов». Еще один очень популярный образ в Библии – сосуд, ставший бесполезным, вышедший из употребления. И другое использование этого сосуда – это образ такой, что Бог однажды сокрушит вас, как сокрушает он сосуды. Горшки имеется в виду, горшки из керамики, из глины. «Отправились они в Ассирию, а в Ассирию Ефрем – дикий осел, что ходит сам по себе, покупали любовь за деньги». В стихе девятом рассказывается о том, что они, северные колена, Ефрем – один из этих самых колен, этих племен, самое влиятельное, самое могучее племя, и поэтому, как называется часто Южное царство Иуда, так называется царство Северное – Ефрем. Вот, дикий осел, своенравный, сам себе на уме, никого не слушается, Бога не чтит, Бога не боится. И вот вы берете с собой деньги, богатство, идете в Ассирию, чтобы там как будто бы получить дружбу, союз. Вы предлагаете любовь за деньги, и самое ужасное, что платят не вам, а платите еще и вы. Хуже этого – придумать невозможность ситуации. Но хоть они раздавали плату народам, теперь я соберу их к себе. Пройдет немного времени, задрожат под бременем дани и царь, и начальники. Вот, Бог, собирающий народы для наказания, для суда, для кары – это есть очень частый образ в книге пророка Осии. Ефрем создал жертвенники, но они лишь вводят его в грех, жертвенники в грех. И вот в этой поговорке, в этой формуле, где уравнивается жертвенник и грех, выражается суд претензий Осии к северным коленам. Чем больше вы делаете объектов, посвященных Богу, святилищ, жертвенников, святых мест, тем делается хуже для вас, хуже, еще хуже делается, потому что ваше благочестие, оно омрачено тем, что, во-первых, из него не вытекает ничего хорошего в жизни социальной, у вас нет ни милосердия, ни братства, ни братолюбия, ничего, а во-вторых, вы любите, как кажется, Осии не Бога, а разные творения рук мастеров, идолов по-нашему, кумиров. Я дал им тысячи законов, они приняли их за чужие, приносят жертвы мне в дар, жертвенное мясо едят, Господу это не нужно, они вспомнят об их нечестии, накажут их за грех Бог, они возвратятся в Египет. Ну вот, довольно сильная угроза в этом стихе 13, Бог как будто бы готов, морально готов повернуть историю вспять, вернуть их обратно в Египет, сделать так, что как будто бы не было ни Моисея, ни Исхода, ни Сина, и ничего не было. История как будто бы пишется с чистого листа. Ну это то же самое, что по-нашему, это может быть как развод. Давай сделаем так, как будто бы мы опять оказались до нашего брака. И вот Бог угрожает этим сценарием своему народу. Израиль забыл своего создателя и понастроил дворцов, а Иуда основал много укрепленных городов. Но я пошлю огонь на их города, он пожрет их крепости. Суть этого стиха в том, что ваши укрепления, ваши форпосты, ваши форты, ваши крепости не могут ничего изменить. Если Бог решил, что будет завоевание, будет ассирийская угроза, будет вавилонская угроза, то все бесполезно. Проблему нужно решать не с того конца, не путем создания разных укреплений, крепостей, а путем возвращения к тем основам, к тем принципам взаимоотношений между человеком и человеком, человеком и Богом, которые однажды были сообщены Богом, своего народу, на горе Синай, при участии пророка Божьего Моисея. Дорогие друзья, глава прочитана, прокомментирована. Спасибо за внимание. Всего хорошего. из Петербурга. Не болейте. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok